Возле торгово-развлекательного центра «Экватор» праздничная программа началась в полдень. Здесь работали сразу несколько площадок, в их числе детская, игровая. Ее открытия с нетерпением ждали и юные обрещания, и их родители. Яркие горки и качели уже сегодня любимое место для отдыха и Глеба Бакуновича. Мальчик уверен, здесь ему точно будет чем заняться вместе с друзьями. Мне нравится вот эта большая площадка. Ты рад, что здесь появилась такая площадка? Теперь, наверное, часто здесь будешь играть? А с кем сюда приходишь? Я с папой приходю только. А папа доволен, что такая площадка есть? Ага, доволен. Я буду приходить с друзьями на площадку. Солидарно с мнением Глеба и посетителей по старшим. Настроение вообще прекрасное. Мне очень нравится, что в нашем городе открывается много таких мест, где можно погулять, даже мне. Вообще настроение очень хорошее. Я рада, что такие праздники проводятся очень масштабно. Рады очень хорошо. И я бы еще сказал, что почаще бы такое было для детей. Ну, жить сейчас тяжело, но когда делают праздники, ну, как бы веселее и намного легче жить. Игровая площадка – важный, но не единственный подарок брещанам, главному государственному празднику. Возле экватора теперь есть и фонтан, который в жаркую погоду точно станет центром притяжения. К слову, щедрые подарки подготовили владельцы торгового центра. И когда мы сюда пришли, уже в городе очень много было брендов, там, Европ, Корона и тому подобное. И мы решили, что, приходя посетить к ним, мы должны иметь какое-то отличие от того, что называется просто коммерческая торговля. Да, просто человек приходит, когда в магазин, он должен еще какой-то получить удовольствие маленькое. То есть посмотреть там, оставить детей на детской площадке, чтобы ему было комфортно, там, фонтан. То есть такая территория должна быть не просто рядом с торговым центром, чисто прибежал, машину бросил, купил, уехал. Она должна, тем более в таком районе, как восточный, должно быть какое-то место, где люди не только пришли, купили, но и чуть-чуть отдохнули, чуть-чуть ритм жизни сменили. Кульминация праздника в московском районе – концерт. В его рамках на сцену выходили известные артисты, певцы и танцоры, лучшие творческие коллективы города над Бугом. Музыкальные ритмы задавали свой особый тон и создавали атмосферу, дарили хорошее настроение. Сегодня мы отмечаем самый главный, по-моему, праздник страны, День независимости. И несмотря на то, что наше государство достаточно молодое, оно уже сумело зарекомендовать себя и занять достойное место в мировом сообществе. Музыка и танцы, громкий детский смех и много улыбок взрослых – все это можно было увидеть и услышать на площадке возле экватора на протяжении всего дня. Закончилось мероприятие ближе к 11 часам вечера. Анастасия Стромко, Андрей Ищерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Буг ТВ.